Правила заполнения бланков ЕГЭ. На экзамене вам выдадут индивидуальный пакет с контрольными измерительными материалами и бланками для ответов. Чтобы не навредить самому себе, нужно заранее ознакомиться с правилами заполнения бланков и следовать им. Все бланки ЕГЭ заполняются гелевой или капиллярной ручкой черного цвета. Символ метки – крестик. В полях бланка регистрации и бланков ответов не должен быть слишком толстым. Участник экзамена должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых полях бланка регистрации и бланка ответов номер один, тщательно копируя образец ее написания из строки с опростами написания символов, расположенные в верхней части бланка регистрации и бланка ответов. Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции, в том числе и поля для фамилии, имени и отчества участника экзамена и данных паспорта. Запрещается делать в полях бланков ЕГЭ, вне полей бланков ЕГЭ или в полях, заполняемых типографическим способом, какие-либо записи или пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ЕГЭ. Использовать для заполнения бланков ЕГЭ цветные ручки вместо черной. Карандаш, средства для исправления внесенной в бланки ЕГЭ информации, корректирующую жидкость, ластик и другое. На экзамене в верхней части бланка регистрации нужно заполнить только поля. Код образовательной организации, номер и буква класса, номер аудитории. В средней части бланка регистрации в поле «Подпись ученика ЕГЭ» участнику экзаменов необходимо поставить подпись, удостоверяющую, что он ознакомлен с порядком проведения ЕГЭ. Участник экзамена ставит свою подпись строго внутри окошка в верхней части бланка ответов номер один. На бланке ответов номер один нужно записывать результаты выполнения заданий с кратким ответом справа от номера задания в области ответов. Ответ на задание с кратким ответом нужно записать в такой форме, в которой требуется в инструкции к данному заданию. Если в ответе больше 17 символов, то ответ записывается в отведенном для него месте, не обращая внимания на разбиение этого поля на клеточке. Термин следует писать полностью. Любые сокращения запрещены. В нижней части одностороннего бланка ответов номер один предусмотрены поля для записи исправленных ответов на задание с кратким ответом взамен ошибочно записанных. Нужно в соответствующих полях замены проставить номер задания, ответ на который следует исправить, и записать новое значение верного ответа на указанное задание. На бланках ответов номер один и номер два, а также на дополнительном бланке ответов номер два, не должно быть пометок, содержащих информацию о личности участника экзамена. На односторонний бланк ответов номер два, лист один и лист два, нужно записывать ответы на задание с развернутым ответом. Оборотная сторона листов один и два бланка ответов номер два не заполняется. Дополнительный бланк ответов номер два можно попросить у организаторов в аудитории, если не хватило места для записи развернутых ответов. Соблюдайте правила заполнения бланка, чтобы не возникло проблем при проверке вашей работы. Успехов на предстоящих экзаменах! У вас все получится!